Боже, милостью будни грешному Создав ими, Господи, помилуй ими Бесчиславец согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй Достойно есть, а кого истинно блажите, Богородицу, пресноблаженную и пренепороченную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим Без исцеления Бога, Слова, Рожешую Исущую, Богородицу Тебе вещаем Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков, аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови, воскресный измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Молитву ради причистой Твоей, Матери Силы ищи знака животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей И всех ради святых, помилуй и спаси нас Яко благости и человека любя сами Боже, милость, уволь мне грешному Создав имя, Господи, помилуй меня Безчиславия согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй Это семи поклонный начал Небольшое вступление сделать О том, что нужно сделать, чтобы молитва была услышана Написано, когда будешь молиться, не искушай Господа Бога твоего Непременное условие, это мир Мира нету, молитва никуда не уходит Она до потолка не доходит Главное, это мир, первое условие, необходимости Почему Христос приходит и первое слово людям говорит, мир вам И когда в дом где-то приходите, то приветствуйте, мир вам А если недостойные люди, мир к вам возвратится Вот это надо запомнить Мир был нарушен в раю И человек потерял связь с Богом Причина всего везде, то, что нет нигде мира А мир как можно получить? По заповеди живи Будет мир Нужно все время помнить, что у Бога всюду и везде порядок Космос Везде Абсолютный порядок Если в это дело углубиться, мы даже представить не можем Какой у Бога порядок Порядок во всем абсолютно Субординация Повторяю еще раз В семье Жене глава муж Сегодня посмотрите, где это соблюдается Это очень трудно найти И чтобы она понимала, что если муж не глава, то беда Она бьется И всю жизнь в семье идет непорядок Из-за того, что нарушен сам порядок А мужу глава кто? Христос А Христу глава? Бог Все А кому легче подчиняться? Ну, конечно, жене Потому что рядом муж Она может спросить И ту же минуту, секунду получить ответ А мужчина-то должен Все время иметь настолько духовное состояние Чтоб слышать Бога Господи, а где я поступил неправильно? Этот ответ ты получишь не сразу Потому что бывает совесть задремала И человек не слышит голоса Божия А Бог как говорит? Тихое веяние ветра А муж-то жене может отвечать Слез грохота и камни летят И она все равно поняла, что она не угодила И вот бывает нарушение мира Не в одной семье А в городе И причины разные И вот начинаются сейчас Смуты Демонстрации Недовольства Против коррупции Найдут там то Александра То Алексея То еще как-то Слово сказать Навал Переводится от Навального Навал безумный Вот надо же Фамилии говорящие какие Безумный И что? Да боролись Всегда были революции Меньше стало коррупционеров Да нет больше Ни в Украине Нигде их не стало меньше Ни в Беларуси А что нужно делать? Молиться Так они вот Там Начинают там ЖКХ Этого не будет Совсем Дома отберут У бомжей нет ЖКХ Он по трубам На улице Скитаются Считай Плащ Еремея Книга есть такая Вот где ответ И поэтому Наша тема Которую Решила немножко Приоткрыть Это о войне Когда уже Мира нет Между государствами Нет мира Кому Нечестивому Но они Как взволнованное Море Пенятся С рамотами Своими Выбрасывая Ил И грязь Со дна А что? Ну недовольны Ругаются Карикатуры Царя Николая Арестовали Лучше стало? Нет Развалилось Все абсолютно Пошли все На Голгоп И офицеры И казачество И дворянство И священство Все пошло Вся интеллигенция Не знали Куда деваться А когда обещали Обещали Золотые горы Порядок Землю Землю отобрали Земли только так Два метра Все на этом Чтоб тебя только Зарить в землю Никаких судов Ничего нету Просто приходили Вытаскивали Расстреливали И дальше ничего нету Мир И если где-то Чего-то Бог от нас просит Говорит В заповеди Убеждает То только для мира Имейте мир с Богом Блаженные миротворцы То есть В одном месте Одно обещается Блаженные кроткие Наследуют землю Но миротворцы Что подобно делаются Наречены будете Сынами Божьими Это единственное Блаженство В Новом Завете Их девять Блаженств За которые Обещается Уподобление Сыну Божию Итак Считаю Если ты Когда перейдете За Иордан В землю Которую Господь Бог ваш Дает вам Будешь слушать Глаза Господа Бога твоего Тщательно исполнять Все заповеди Его Которые заповедую Второзаконие 28.1 То будет у тебя Мир Всех пастырей Твоих Священников Унесет ветер И друзья твои Пойдут в плен И тогда Ты будешь Постыжен И посрамлен За все Сглодеяния Твои Иеремия 22.22 Иезекииля 30.17-18 За это Остались В плену И вот Пали отцы Наши Отмеча А сыновья Наши И дочери Наши И жены Наши За это В плену В землении Своей До ныне Вторая Паралипоминон 29.9 Самая страшная Война Говорят Святые Говорят Нет Страшнее Войны Плен Во время Войны Плен На первом Месте Говорится Кто взявшийся За меч Отмеча Погибнет А далее Кто ведет В плен Сам пойдет В плен Брали Русские В плен Брали Сами Пошли В плен Немцы Брали Брали Сами Пошли В плен Война Заканчивается Вся Германия Оказалась Плененная За это Остались В плену За это Со дней Отцов Наших Мы В великой Вине До сего Дня Из-за Беззакония Наши Преданы Были Мы Цари Наши Священники Наши В руки Царей Наземных Подмеч В плен И на Разграбление И на Постромление Как это И ныне Первая Книга Езры 9.7 И отдал В плен Крепость Свою И славу Свою В руки Врага Царей Солом 77.61 Зато Народ Мой Пойдет В плен Непредвиденно И Вельможи Его Будут Голодать И Богачи Его Будут Томиться Жаждаю Низверглись Пали Вместе Не Могли Защитить Носивших И Сами Пошли В плен Носившие Идолов Своих Исайя 5.13 46.2 И Для Согрешающих Живущих Нераскаянно Кавычки Открыты Плен Будет Продолжителен И Боон И К нам Вавилон Прислал Сказать Плен Будет Продолжителен Стройте Домы И Живите В них Разводите Сады И Ешьте Плоды И И И Ремея 29.28 Говорится Пословица За одного Битого Двух Небитых Дают Более Битого Народа Чем Еврея Не Было Но За ними После Побитью Это Так Называем Свидетели Юговы Это Самые Крепкие Люди Они Битые Все Время Зато Ныне Пойдут Они В плен Во главе Пленных И Кончится Викование Изнеженных Амос 6.7 Решено Она Будет Обнажена И Отведена В плен И Рабы Ее Будут Стонать Как Голуби Ударяя Себя В грудь Но И Он Переселен Пошел В плен Даже И Младенцы Его Разбиты На Перекрестках Всех Улиц А Знатных Его Бросали Жребий И Все Вельможи Его Окованы Цепями На Ум 2.7 И 3.10 И Падут От Острия Меща И Отведутся В плен Во все Народы И Иерусалим Будет Попираем Язычниками Доколе Не Окончатся Времена Язычников То есть Они Тоже Окончатся Главенство Америки Тоже Окончатся Владение Владычество России Лука 21.24 И Кто Ведет В плен Сам Пойдет В плен Откровение 13.10 Плен же Святых Не Страшил Сириане Однажды Пошли Отрядами И Взяли В плен Из Земли Израильской Маленькую Девочку И Она Служила Жене Неймановой 4.0 Царств 5.2 И Она Сказала В Нейману Как раз О пороке Елисея Как он Пришел Этот Пример Христос Будет Говорить Много Было Прокаженных Но И Селился Только Язычник И Когда Они В земле В которой Будут Пленены Войдут В себя И Обратятся И Будут Молиться Тебе Богу В земле Пленения Своего Говоря Мы Согрешили Сделали Беззаконие Мы Виновны 2.0 Парапоменон 6.38 Это Все Имеет Силу Для Тех Это Я Добавляю Кто Верит В будущее Царство Христа Которое Будет Во веки Веков С позиции Вечности Все Выглядит Иначе Как И Возбуждал К ним Сострадание Во всех Пленивших Их Пленявших Псалом 105.46 При Всем Том Народ Не Покаялся И Не Отступили От Грехов Своих Доколе Не Были Пленены Из Земли Своей И Рассеянные По всей Земле Серахов 48.16 Я Немножко Остановлюсь Здесь Пояснить Убрать Все На этом Оставим До следующего Раза Итак Должен Быть Мир А если Человек Ходил На войну Убивал Какой же он Мир Везде Не Было Войны Женой Мира Нет А Мир Должен Быть Для Чего Дабы Не Было Препятствия В Молитвах Апостол Павел Заключает В Молитвах Если Есть Препятствия Пришел Молиться И Вспомнил Как Просветление Что На Тебя Кто То И Обидел Ты И Не Привел В Порядок Не Установил Мирные Отношения Не Молись Бери Телефон И Начинай Названивать Прости Виноват И Притом Не Просто Прости А Надо Выявить Отношения Лука 17 3 Выговори Ему А Если Не Покаяться Ты Свободен За Молитвы Святых Отец Наш Господи Иисус И Христе Сыне Божий Помилуй Нас Аминь Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Всяческих Ради Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Всяческих Ради Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Всяческих Ради Боже Очисти Мя Грешного Я Каникали Же Благое Сотворив Пред Тобою Но Избави Мя От Лукавы И Добой Ты Мне Воля Твоя Да Не Осуждя На Отверз Уста Мои Недостой И Восхвалю Имя Твое Святое Отца И Сына И Святого Духа Ныне И Присно И Во Веки Веков Аминь Царю Небесную Утешителю Души Истинные И Живи Здесь И И Вся И И И Сокровища Благих И Жизни Подателю Приди И Вселись Овны И Очи Стены Отвсякие Скверны И Спаси Блаже Души Наши Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Помилуй Нас Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Помилуй Нас Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Помилуй Нас Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И Ныне И Присно И Во Веки Веков Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесех. Да светится имя Твое. Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесть. И остави нам долги наши. Як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение. Но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажей. Ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божия. Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигл меня, если Господи умы. Просвети из сердца и уснемое отверзи. Воеже пейте, те святая Троица. Свят, 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 если Божия. Богородицу и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет. И кое-гождо деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия. Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав. Благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому героя Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня ленивый и грешный. Не погубил меня с беззакониями моими. Но человеколюб стал и си обычно. И в нечаянии лежащего воздвигл меня и си. Твое же утрените, словосвоите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поущайтесь со слависием Твоим. И разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тебе исповедание сердечным. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Приидите поклонимся Цареве нашему. Богу. Приидите поклонимся Христу. Цареве и Богу нашему. Приидите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу. Цареве и Богу нашему. 74-й Псалом Славим Тебя, Боже, славим. Ибо близкое имя Твое возвещает чудеса Твоей. Когда я изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля. И все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте и нищтивым, не поднимайте рога, не поднимайте высокорога вашего. Не говорите жестоковыньо. Ибо ни от Востока, и ни от Запада, и ни от пустыни возвышения. Но Бог есть Судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа. Вино кипит в ней, полное смешение. И он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать. И пить все нечтивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Яковлева. Все роги нечтивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Ведом в Иудее Бог. У Израиля влеко имя его. И было в Салиме жилище его, и пребывание его на сегодня. Там сокрушил он стрелу лука, щит, и меч, и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычей, уснули сном своим. И не нашли всем уже силы рук своих. От прещения твоего, Божий Якова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто стоит при лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных землей. И гнев человеческий обратится во славу тебе, а садогнева ты укратишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укращает дух князей, он страшен для царей земных. Глаз мой к Богу, и я буду взывать. Глаз мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминая о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляя о днях древних, о летах веков минувших. Припоминай песни мои в ночи. Беседуй с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его, и пресеклось Слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество Своей среди народов. Ты избавил мышцы и народ Твой, сынов Иякова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя, воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоя в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукой Моисея и Аарона. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многие щедротах и неизлечены милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не выйдет смерть вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дела довменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдующих меня Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня Да я ведь причастник от славы Твоей вечной, и да не похитит меня Сатана и не похвалится Слово Что торт меня Твоих руки ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее Погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери Моей Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил свой тайный грех И чтобы снова потруиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потруился Сатане Прещающему Особенно же, потружусь для Тебя Господа и Богом Иисуса Христа Во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков Аминь 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 Святой Ангел, поставь на охрань мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание моё Не дав возможности злому демону, починить меня себе при обладании этого смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, святого Ангел Божий Хранитель, покровитель бедную души и тела Прости мне всё, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не прогибнуть Бога никаким грехом И молись за меня, Господу Чтобы Он утвердил в меня страхи своём И сделал меня рабом, достойной своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми и всесильными молитвами Отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего Уныния, забвения, неразумия, нерадения Удалися скверно, лукавое И хульную помыслу изыкая на моё сердце И помрачённого ума моего И погаси плави моих страстей Ибо я убог несчастен Избавь меня от многих пагомных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечное Аминь Молите Бога о нас Святые угодники Божии Игнатия, Владимир, Никита, Надежда Ибо мы усердно к вам прибегаем Скорым помощником, молитвенником о душах наших Богородица Дева Радуйся, обрадана Мария Господь с тобою Благословен ты в женах И благословен плод чрева Твоего Яко родила Иси Христа Спаса Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Щаснага Животворящего Креста Господня Не оставь меня грешным Уповающим на тебя Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояния Твое Победа на сопротивные дары И Твое сохраняя Крестом Твоим жительством Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного Родителей, сродников, благодетеля Митрополита Илариона Епископа Евтихи, Вениамина Агафангела, Диамида Тихона, Антония Священные Рея и Акима Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла Амбросия, Вадима, Засимолития, Андрея Максима, Владимир Диаконов Евгения, Александра Михаила, Андрея, Епископа Максима Амбросия, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска Корнееля, Александра Диадора и весь священнический иноческий чин И высшие истинные служители, миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам И нам дай еще священника, если угодно тебе Смири, Господи, власти и воинств твой, наведи страх твой на них И через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет И научи нас ценить это мирное время И приготовь землю всю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную Аллилуйя Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь Что жизнь нашу продлил И разум сохранил Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников И сей день да будет весь посвящен прославлению тебе и дел твоих дивных Христе, Боже наш, слава тебе Сохрани нас, Господи, здесь от пожара, от воров От нечистой силы, от потопления И живущих в селении нашего Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа И пришли добрые жители, знающие уставы твои с детьми И сохрани школу Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексею И расшир-то делу в общем, найди новые души Всех побуди на благовестие Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чадоих, Валентину, Алексею Валентину, Надежду Дмитрия, 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 Олега, Алексея Александра, Александра, Александра Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия И нас помилуй, милости твоя ради Возри на угрозы И ложь врагов И запрети им себе И примири их с нами И в судный день не помяни их безумия Благослови благодетелей наших Елену Евгению, Евгению, Наталью, Максиму Владимиру Аллилуйя Раскрик, Господи, объяснись Облегчить страдания болящих Даруем исцеление Сергея, Алексея, Алексея, Александра, Александра, Анну Мария, Тома Калерия, Афелина, Игоря, Игорь Благодарю тебя, Господи За здоровье и за болезни За друзей и за врагов Ибо все свое время будет на пользу Аллилуйя Избавим от пьянства Павла Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря Аллилуйя И наше сокровище Сайты, Порвы Все, что есть для пользы многих людей Сохрани трудящихся Игорь Игорь Дмитриевич Тимофея, Тимофея, Мартина, брати Аллилуйя И найди все наше родство Идокия, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену Марию, Татьяну Путешествующих, Раиса и Льва Отступников Николая, Михаила и всех ты знаешь Не дай им погибнуть в ожесточении сердца Аллилуйя Упокой, Господи, в обителях небесных Усопших отец и братьев наших Родителей, сродников, благодетелей Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы И прости им всякое согрешение, вольное и невольное И душам нашим полезное, сотвори Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Слава Тебе наш Бог Егова, Авва, Отче Свят, свят, свят Господь Саваоф Вся земля полна славы Его, Аллилуйя Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволения, Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов Аллилуйя Господи Божий наш, слава Тебе Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Аллилуйя Сохрани, Господи, наше сокровище книги здесь и в пути, Аллилуйя Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога, мне грешен, благодарю Тебя, мой ангел Сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей Не покиди в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего, Аллилуйя Иоанн Креститель, Претеча Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никому не завидовать и не роптать, и каждому дару и жилье, и Сергея Гавриил, Аллилуйя Моли Бога о нас, святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипасты Укрепи, Господи, народ Твой, дабы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать Аллилуйя Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархий, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Даниил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак и Иаков, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застав нас не готовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, с одеванной в Духе Святом с любовью, Аллилуйя Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херубимы и Серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты, и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Аллилуйя Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирнский и Устин, философ Космай, Дамьян, Андрей Стротилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста. И дары добрую веру и страх твою, Анфиму и Вениамина, И устраши родителей за такое ложное воспитание. Не дай им погибнуть. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Серин, Антони, Макаре, Антони, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Стефан, Фермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, да дарит Господь нам жажду знать священное писание и сохрани нас в святой православной вере, а замост и еретиков разрушив ничто преврати и развей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенница, Фатина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акела, Андроник и Юния, Киприяна и Устина, Да дарует Господь послушание и молчание, Соломудрия и стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания. Исправь не покорилась Галина, семейство Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Атанислава, Юлии, Юлия, Людмилы, Галины, Галины, Иоанны, И прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечерней, Благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи Божий наш, услыши молитву всех, молящихся о нас, Во благо нам и исполни ее. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, владыка, слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи, владыка, слушает и дослышит раб Твой. Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, сребролюбия не дожми. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, И не осуждать и брата моего, якоб благословен есть и во веки веков. Аминь. Боже, очисти себя грешного. Господи, прости мои согрешения. Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя за все Твои милости, щедроты и долготерпения. Господи, помилуй меня грешного. Господи, прости, сохрани и благослови наследие Твое. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. И благослови окончить этот пост с благодарением и встретить в радости Пасху Христову. Аллилуйя. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия. Не дашь ми, душа соломудрия, смиренно мудрия, терпение и люби, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение. И не осуждайте брата моего, якоб благословен еси во веки веков. Аминь. Вот молитва утренняя окончена. Добрым утром всем. И мы далее будем... У нас каждое утро мы смотрим события дня. Я сейчас на время отключу их, потом опять подключу. Кто, значит, желает, остается. Потому что мы еще озвучили новый завет с толкованием, но это стали делать вечерами, потому что утром не успеваем. Вот это событие дня у нас всегда часовая программа. А потом через неделю это появится уже в интернете, на нашем видеоканале. Потому что сам я не ставлю. Вот только составляем, отсылаем в другое место. И там администрация, модераторы все это делают и ставят. У меня компьютер тут не может это тянуть. Это не просто так все. Я вот хотел сказать, что вы вот приходите, кое-кого мы тут, да никого тут, все знаем мы уже. Ну и своих-то там где-то тоже тревожьте, рассказывайте им. Некоторые не знают, как лба перекрестить. Просто рукой машут, где-то неизвестно. Тыщут себя в грудь, а не там, где пуп находится. Крест перевернутый. Даже внешнего поклонения настоящего-то нету. Поэтому, ну трудитесь, переведите хотя бы одному человеку. Вот я сейчас считаю, вот кроме нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и ведущий седьмой Сергей Павлович Пупков. Вот. А уже мы молимся, ну не два дня. Уже третья неделя закончилась. Ну и со своими приходите. Лучше, когда вас будет видно. Не просто тут какие-то изображения. Хорошо, что свои хотя бы изображения. Потому что в конце вот мы начинаем говорить и обратить на что-то внимание. Вот когда кланяемся, руки не надо по сторонам делать или кулаками зажимать. Земной поклон, когда делаем, руки должны быть вместе. Вот, вместе. Можешь маленько пальцы развести, но здесь, чтобы руки касались друг друга. Десять пальцев, это десять заповедей символизирует. И я поклоняюсь этим заповедям, чтобы исполнить. Ну, люди не знают, раскинет руки, ну как будто бы на тренировке где-то находятся. Существует правило. Это нам кажется. Какая разница? Главное, внутри сердца. И все внутри сердца. А как верить? В душе. В душе верить, это отрекся от Христа уже. Нет такой веры. Есть зарытый талант. А зарытый как? Ну как, не распространил, он его не потерял. Зарыл, завернул платок. Целенький принес. То есть, я верил, у меня все было нормально. Ты ни приращения, ничего не дал. Не отдал в рост никому. И поэтому свяжите по рукам и ногам и выбросьте во тьму внешнюю. Это не надо забывать. Никакие молитвы не помогут, если ты не любишь Святую Библию. Как так? Очень просто. Притча Соломона, 28 глава, 9 стих. Запиши, заучи и заруби себе сюда вот. Кто отклоняет ухо свое от слышания слов Господних, того и молитва мерзость. Богу это противно. А что такое мерзость? Ну, мерзость то, что кто-то взял бы собаку, принес бы ее на алтарь и задушил бы. Или взял бы свиную кровь, когда к ней прикасаться-то нельзя. И свиную кровь стал бы брызгать то, что положено ягнящей крови. Это пророк Исаия говорит. Это мерзость. Или бывает так, награбил где-то, а теперь на Божий дает. Награблен, а там слезы текут. Говорят, деньги не пахнут. Пахнут и очень сильно пахнут. Господь говорит, не приноси в жертву мне цену блудницы и пса. Вот кошку продашь, можешь принести эту цену и отдать в храм. А собаку продал нельзя. А почему? Так они обе нечистые. Тебе не надо рассуждать, Бог сказал. Бог повелел, и все на этом закончится. А почему? А если блудника продали? Написано блудницу. Ничего не надо говорить, надо исполнять. Мы уже все знаем. И поэтому, если есть возможность, постарайтесь сделать. Вот я гляжу, там Сергей Игнатов, кто есть. Вот у меня все время бывает Александр Самедов. Видно. И мы подсказываем и видим, как. Но если кто думает, что мы тоже ничего не знаем-то, то попросите Сергея, перенесите на себя, ведите. Ну, по молитвенному, правилу какое. Стоять ноги не как на палубе. Морские пехотинцы стоят, ноги шире плеч. Ноги должны быть так, чтобы пятки касались друг друга. Ноги не раздвигай. Почему? Житие святых об этом говорит. Мы же православные. Сектанты, они не понимают этого ничего. Сидят на скамейках, развалятся. У них это можно. У нас нельзя. У нас напряженно стоять. Написано, святой такой-то никогда ни на что не опирался. А ему было под сто лет. Это важно. Выходит, важно. Но это же не внутреннее. А это от внутреннего происходит. Ты все разве не понимаешь? Если внутренний настрой твой не молитвенный, то у тебя интонация голоса другая. Ты сонный стоишь. Все это внутреннее проявляется через внешнее. Это естественно. Мы увидим человека, он нам нравится. И мы сразу заулыбались. Это внешнее проявление, улыбка. Но это говорит о внутреннем настроении. А когда человек неприятный, много зла сделал, ты глаза опустил, стараешься скорее проскочить мимо. Внутреннее и внешнее неразрывно связаны. Внешнее это тело. А внутреннее, это к душе больше относится. Хотя и внутреннее, оно и отражается от тела. Болеет человек, он внутри что-то болеет. Но внутренне имеется в виду душа. Иоанн Златоуз говорит, когда не слушается ребенок, и мы его наказываем, наказываем тело, а исправляем душу. И Господь крепко всадил душу в тело. Слово какое всадил, как семечко в землю. Чтобы человек не скоро, не по каждому пустяку на себя руки накладывался, да с этажа выбрасывался. Вот смотришь, артист там, Белябский играл в фильмах, с седьмого этажа выбросился. Вот и все. Вот он учил всех, все знал, пел в Маяковске. Раз себе точно в сердце выстрелил. Душа крепко сидит, чтобы ее по пустякам ветер не вытряхивал. И наказывая тело, мы вращуем душу. Так, Володя, готов? Я сейчас отключаю почти ту же минуту и включаю. Субтитры сделал DimaTorzok